вот какая погодка у нас вдруг сегодня 24 февраля посмотрите снег пошел а я вышла погулять даже не знаю что теперь делать снег с градом и с дождем вот так и погода все сильнее и сильнее кстати и ветер очень сильный представляете я вот и говорю светило солнце ничего не предвещало и вдруг на тебе такой вот так у нас бывает неожиданно показывала вам уже да как я однажды попала такой такой жуткий переплет и сегодня тоже самое самое интересное что я вся промокла продрогла я прибежала домой и все и все закончилось на улице вот не везет так не везет ну ладно остается опять сидеть дома и делать видео для нет друзья но это какой-то закон подлости вы только полюбуйтесь я пришла домой прибежала вся промокшая зам продрогшие и вот все посмотрите тучи растянуло выглянуло солнце как мы давно с вами не говорили об знакомствах о мужчинах об отношениях мужчины и женщины и как раз я думаю самое время нам немножко встрепенуться и понять что происходит я говорю для тех опять кто хочет изменить свою жизнь в лучшую сторону кто хочет привлечь счастье удачу и кто хочет познакомиться с мужчиной найти себе как хорошего партнера рядом друга может быть не обязательно замуж как многие говорят что вот мужа ищу не обязательно просто найти друга для жизни дальнейшей это необходимо всем одиноким людям и сегодня мой разговор пойдет об этом я уже год назад размещала на своем канале специальное видео где просила всех одиноких женщин написать информацию о себе если они желают познакомиться с мужчиной с иностранцем ну и вы знаете очень много там анкет у меня и стали даже многие женщины мне в личку писать опять опять пишут о том что очень трудно найти мужчину помогите пожалуйста нам найти мужчину вот время уходит жизнь проходит они как ничего невозможно сдвинуть с места ну во первых я друзья хочу сразу ответить как я уже много раз говорила здесь вам никто не поможет кроме как вы сами вы должны сами начать активно действовать и даже независимо от того сколько вам лет на сегодняшний момент друзья я еще раз хочу милых наших женщин немного подбодрить я бы так даже сказала потому что понимаете вот то что у нас мужчины русскоговорящие они очень разбалованы разбалованы потому что такая демография в наших странах бывшего советского союза что женщин в два раза больше чем мужчин а то может быть и в три раза больше чем мужчин адекватных нормальных мужчин уж вы не обижаетесь на меня мужчины те кто смотрит и слушает но их в россии практически не осталось а если есть то они конечно же давным давно все заняты и свободными не гуляют ничего подобного нельзя сказать о странах западной европы и вот в частности об америке особенно об америке сегодня я хочу вам рассказать почему-то об америке друзья и я хочу не только сама подбодрить наших женщин но я хочу дать вам послушать очень интересную одну женщину блогера которая вышла замуж и уехала в америку и как она там живет и что она думает об американских мужчинах и о российских мужчинах давайте послушаем друзья познакомилась со своим мужем в интернете разумеется на сайте знаком мы сейчас живем в арканзасе но мы путешествуем везде по штатам постоянно он бывший военный потом он работал в строительстве и сейчас он самозанятый у меня мужчина вот познакомились мы да в интернете он приезжал по мне в россию хабаровск и навещал меня знакомиться с родителями дело в том что я считаю что наши женщины заслуживают знать правду о том насколько они красивы прекрасны насколько они вообще великолепны женственные потому что женская гендерная социализация в россии она очень жестокая ты толстая уже после 40 килограмм ты старая уже после 25 лет в америке это совершенно отсутствует в америке вообще нет таких ограничений женщины ходят замуж в любом возрасте находят мужчин в любом возрасте никто никогда не будет нет допустим репродуктивного давления на женщину в америке вообще совершенно вот поэтому мне когда я приехала в америку узнала что совершенно все по-другому и мужчины стремятся завоевать женское внимание они здесь натурально устраиваются очередь за девушками сражаются как гладиаторы друг с другом за женское внимание стремятся их затащить зац а в россии все наоборот россии женщины у нас враждуют друг другом в россии женщины конкурируют они очень сильно стараются хорошо выглядеть они прекрасные вообще молодцы и поэтому я решил об этом рассказывать решила рассказывать про менталитет и о том что нашим женщинам нужно уже полюбить себя понять что не нужно жить во вражде не нужно конкурировать друг с другом и что у них есть выбор если они не могут найти мужчину в россии если им сложно или и уже после она уже старородящая после 25 лет в америке в европе там 35 лет это вообще молодая девочка поэтому мне кажется это очень справедливо что наши женщины живут в таком стрессе а у вас до этого был опыт с российскими мужчинами так как я выросла в россии разумеется я всегда стремилась тому чтобы там выйти замуж ты хороший хозяйка ты должна хорошо выглядеть поддерживать своего супруга но получается что из-за избытка красивых женщин у нас просто все там красотки ты как бы находишься в этой конкуренции и мужчины очень легко могут с тобой расстаться допустим там пожил с одной там другую нашел и так как нет законов например защищающих женщин то есть ему очень легко развестись женой он может оставить ее без элементов просто на нее скинуть детей то есть и поэтому мужчины мужчинам созданы все условия для того чтобы им было комфортно менять женщин постоянно вот и женщина остается на руках детьми ну в общем если возвращать к моей ситуации я жила там была в отношениях это закончилось некрасиво и я просто сидела и думала и смотрю вокруг на своих подруг на своих маму на всех старшее поколение сплошь вдовы либо мужчин мое поколение это 30-35 лет это девушки которые очень сильно стараются хорошо выглядеть очень сильно все делают просто но у них ничего не получается потому что стандарт у российских мужчин невероятно высокие по отношению к женщинам то есть тебе просто ну ты тебе очень тяжело этому соответствовать а ты ты меняешься ты же не можешь всегда быть 20-летней прекрасной девочкой правильно это невозможно физически биологически твое тело меняется а стандарты всегда одни и те же никто не хочет женщину старше 25-30 а вы сразу поставили себе цель выйти замуж за американца или за какого-то иностранца но может быть европейца какого-то у меня вообще не было цели и я даже не хотела с ними знакомиться то есть я просто решила пообщаться с людьми просто с другого континента я думаю а вот интересно все мужчины в россии все мужчины в мире настолько же требовательны к русским женщинам вообще к женщинам как и у нас на руси ну и я начала общаться просто потому что мне было интересно будет ли такое же отношение и вот уже просто на этапе общения ты замечаешь насколько они галантны насколько они там вежливы насколько они там вообще по-другому себя но тем не менее я слышала что в америке тоже поговаривают о домашнем насилии домашнее насилие это статистику домашнего насилия попадает условно там прикрикнул на жену он ей сказал высказал какое-то мнение ей не понравилось то есть статистику домашнего насилия также попадают вещи когда случился конфликт они там поругались ей не понравилось американки они звонят копам или там идут в суд вот стоит ему просто рот открыть что ей не нравится и все это домашнее насилие это абьюз она звонит копам она идет в суд и говорит он меня абьюзит он мне не дает есть пиццу будет меня шеймит я не знаю там все что угодно то есть надо же как интересно вот наши русские мужчины послушали бы это в россии конечно мужчинам многое сходит с рук это безусловно и тут как бы палка в концах с одной стороны у меня просто в америке слишком они как бы suppressed ну то есть подавлены да а в россии такая вольность ну как бы не могут там и тебя по попке где-то прихлопнуть мне кажется все у всех был этот опыт когда мужчины ведут себя подобным образом и нет никакого за это там наказание так скажем то есть они себя очень влиятельно чувствуют а сложился ли у американцев какой-то стереотип русской женщины жены стереотип русской жены она такая вот патриархальные экономии она красивая она все делает она убирается на готовит она прекрасная такая нежная женщина который который просто вот вся источает женственность и стереотипы но они конечно шутят про вот этих всех как называется российский спай а как по поводу подарков американцы делают подарки русским женщинам цветы например они прям дарят цветы американцы это расценивают как последний отчаянный жест лузера про цветы но они дарят цветы на 14 февраля это просто огромный праздник здесь это очень для них важно но цветы они конечно не дарят но если он допустим встречается с русской девочки у нас у них фиксация на цветах они хотят цветы я так понимаю что цветы это слишком мелкий жест для них это вообще потому что цветы продаются везде американских покупает домой просто на стол каждый день мы так как в англии наверное я покупаю себе цветы на кассе просто к обеду для людей подавляющим большинстве как бы такой элемент интерьера поэтому дарить цветы и хапки как у нас привыкли девушки то есть у них вообще нет такой культуры но они как они ухаживают американцы они там оплачивают тебе билет поехать куда-нибудь поехали там встретимся но что по поводу вашей защищенности там в америке если не дай бог развод случится как здесь в этом случае я гражданка америке получил гражданство уже несколько лет назад вот поэтому как разумеется я станции я работаю у меня работа в интернете также я сейчас работаю тонирует уже бизнес над бизнес-планом вот и как бы ну то есть я бы не сказал что прям жутко завишу от мужа финансово но если мы разведемся дело в том что тут как бы женщина очень защищена я даже не переживаю потому что он будет платить не child support то есть моему ребенку и он также будет платить не алимони то есть в америке мужчина платить и ребенку и жене как интересно как много нового мы узнали а вот что касается русских мужчин если вдруг они приезжают в америку как они там смогут устроиться к сожалению русские мужчины они не востребованы в америке и в европе потому что все дело в том что мужчина в снг вообще в россии он живет вот как в зоопарке в таких комфортных условиях ему приносят покушать ему приносят спаривания ему не ходит не приходится его добывать мне приходится сражаться за женщину потому что женщина у нас наоборот конкурирует за мужчину поэтому когда он из вот этого гнездышка уютного выезжает за границу далеко мы какими-то там своими фантазиями о том что там за границей анджелина джоли всякий плейбой вот он сейчас как я по наеду все будут мне борщи варить вот эти девочки сплывая а реальность оказывается настолько суровой что у них происходит так попускает на землю я скажу они приезжают они видят что американки на них вообще не реагируют что для американок они как гастапайтеры они со своим 8-битным акцентом даже с ними пообщаться нормально не могут и мужчина к сожалению русские только с женщиной русской могут построить отношения и часто бывает так что они едут обратно за за девушка в россию за нашей прекрасной славяночка потому что таких красивых женщин вот такие красивые женщины такого уровня как наши женщины русские в америке ну то есть там если ты миллионер там практически не нереально просто нереально вот друзья как оказывается обстоят дела у нас как говорится все познается в сравнении вы услышали я толкую об этом постоянно всем женщинам рассказываю какие они умницы красавицы какие они замечательные и просто напросто наши мужчины слишком обнаглевшие вот как раз молодая женщина которая уехала и живет уже семь лет в штатах как вы слышали она рассказывает это воочию что происходит я дала вам послушать основные интересные моменты из ее рассказа но вот как раз мне кажется вы можете сложить уже тоже впечатление что нужно шевелиться девушка нашла своего замечательного мужа а точно также по интернету и давайте мы друзья к этому же и вернемся если кто желает я могу вам помочь я уже сейчас наверное решила что нужно помогать нужно нам помогать друг другу если кто-то действительно хочет серьезно познакомиться я покажу какие сайты американские можно использовать и какие анкеты писать и как себя вести и как не попасть на скамеров я все об одном и том же друзья наши женщины они достойны гораздо большего особенно одинокие женщины которых так много я знаю в россии да и не только в россии а в странах снг поэтому что я хочу друзья сказать я хочу сказать что я готова помочь но для этого вы должны написать мне на мой электронный адрес если я серьезно возьмусь помогать кому-то то естественно это будет не бесплатно вот такая сегодня у меня для вас друзья информация если кто заинтересовался пожалуйста пишите мне в личку я вам дам в конце мой email адрес вы понимаете что я должна затратить время свое чтобы вам помочь я много знаю по поводу того как лучше искать мужчин как лучше преподносить себя я уже говорила об этом и говорю еще раз те кто хочет меня услышали я надеюсь а на этом мое видео сегодня для вас я заканчиваю друзья пишите всего вам доброго берегите себя до встречи пока 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 пока